Хотели бы, чтобы было все у нас хорошо и приятно было сюда ездить. Земли в селе Барок среди многодетных семей начали распределять в 2014 году. Из всех благ цивилизации здесь только электричество. Наиль Шайхудинов на своем участке построил гараж, но хотелось бы дом. Если был бы газ, было бы немного попроще. То есть поставить стены, провести отопление. Отопление с газа намного выгоднее получается, чем светом топиться. Каждая копейка у многодетной семьи на счету. А вот Газинур Хамсин все же рискнул и построил дом. Переехал туда в прошлом году вместе с женой, а дети остались в городе. Здесь они не могут проживать, так как здесь нет садика, школы. Дом топит по старинке дровами. Пробил скважину, вода для основных нужд есть, а вот за питьевой ездит на родник. В прошлом году, по словам владельцев земель, в село провели водопровод. Но до этой территории его не дотянули. Еще одна проблема – отсутствие дорожного покрытия. Весной и осенью на участок не попадешь из-за слякоти. Зимой – из-за снега. Дорогу не чистят. Гульнара Хамедулина тоже владелица участка в селе Барок. Она же активистка инициативной группы граждан. Регулярно они пишут письма в государственные органы с просьбой решить проблемы многодетных семей Нижнекамска. Эти ответы, они как просто, можно сказать, отписка. Нет конкретики, нет положительных ответов, которые мы ждем. Вот это все в финансирование упирается. В свою очередь мы также обратились в исполнительный комитет района с вопросом, какие меры предпринимаются для решения ситуации. Подготовили расчет, сколько необходимо денежных средств для обеспечения инженерной инфраструктуры семейных участков. Не только многодетных семей, а в общем. У нас сумма составила более полутора миллиардов рублей. У нас это финансирование очень долго затянется, ну, порядка более 60 лет. Если финансирование будет идти в таком же направлении, как сейчас. Мы, как исполнительный комитет, обратились в адрес госсовета с предложением, чтобы рассмотрели возможность принятия какой-либо республиканской программы. Проблемы отсутствия инфраструктуры на участках многодетных семей не только в Барках, но и в поселках Чайка, Клятле и Выгорженный Ключ. В некоторых из них нет даже электричества. Схожая ситуация в Казани, Альметьевске, Челнах и других городах. Кстати, Каинлинское и Афанасовское сельские поселения Нижекамского района вошли в программу фонда газификации на 2020 год. Это значит, что там, возможно, в скором времени начнется проектирование. Гузель Вазиева, Власимагин, НМИДИА